Об особенностях лакской культуры рассказали в Доме дружбы. Там прошла выставка, мастер-классы, концертные выступления и все это на лакском языке. Посетителям показали не только национальные костюмы этого народа, но и угостили самыми популярными блюдами, которые обычно готовят лакские хозяйки. Особо любопытные даже узнали рецепты приготовления национальной кухни. Нашего корреспондента Джамилю Закарьяеву больше заинтересовало гончарное дело. Она расскажет об этом подробнее. Асиат Мерзаева родом из высокогорного Волхара. Говорит, гончарное дело, занятие предков и любовь к ремеслу передалась ей. Девушка проводит мастер-класс для всех желающих в ее Доме дружбы. Асиат считает, так можно привлечь молодежь к национальным промыслам и сохранить это дело на долгие годы. Детям же это очень полезно с глиной работать и отвлекаются от всяких мобильных телефонов, от всего. И своими руками что-то делают. Они могут домой забрать, вот так довести до конца, сделать обжиг и дома они могут смотреть завершенную свою работу. Халва, хинкал и множеством других блюд угощают гостей сотрудники Новолагского дома культуры. Особенно среди всего разнообразия выделяется суп из семи злаков. Хахери – любимое блюдо лакца. Готовят его обычно весной как символ благополучия, чтобы урожай был богатым. Секрет вкусного стола прост. Все приготовлено с душой. У нас есть вот это, бакух называется лакский халва, у нас есть сыр, у нас есть хлеб, который в тандыре лакский, наш национальный хлеб, в тандыре печется. У нас есть вот аварский хинкал, вот это кукурузная халтаман. Готовим с любовью. Душу вкладываем, готовим для любимых и с любовью. Какой праздник без музыки и танцев. В фойе Дома Дружбы не смолкают национальные мотивы. Танцуют все желающие. Завершился вечер праздничным концертом. Блакские артисты исполнили песни на национальном языке. Подпевал весь зал. Сохранение родного наречия – главный посыл мероприятий. Задача каждого народа. Джамиля Закаряева, Махарбека Мариев, Камила Раджабова. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин